А давайте подробнее услышим вашу историю и посмотрим, как вы живете. Внимание на экран. Приехали из города Горловки, Донецкой области, спасая своих детей от войны, от ужаса войны, от страхов, от боли, от смерти. Мы приехали сюда временно, думали, что здесь месяц-два и закончится там это все безумие. Но затянулось на 10 лет. Ну вот с этого вокзала и началась вся моя история в городе Жодино, в Белоруссии. Первую страничку в моей жизни здесь открыл Жодинский детский дом. Я никогда не думала, что я буду здесь работать, даже не мечтала об этом. Потом детский дом закрыли, и я осталась без работы. Жодинская женская гимназия. Еще одна страничка в моей жизни. Сюда я хожу каждый день, кроме выходных. Я здесь работаю уже 6 лет. Есть свои наработки, и есть свои ученицы. Самые любимые, самые хорошие. Здесь мы растим девушек, которые в современном мире могут себя как-то определить, показать. Вот это картина моей дочери. Она как раз олицетворяла это. Вот девчонок в женской гимназии. Здесь проходят уроки обслуживающего труда. Мы изучаем блюда разных национальностей, потому что мы национальный народ. Женщина – это мама, это хозяюшка. Без женщины очень трудно создать уют. Когда в дом входит женщина, дом расцветает. А ведь в этом залог женщины. Здесь атмосфера, которая располагает быть творческим человеком, любить детей, чему-то стремиться. И, естественно, жить. Просто жить. Я приехала сюда с двумя девочками. Потом уже в 15-м году, в феврале, приехал муж. Потому что еще сильнее стали обстрелы. И они тогда со старшей дочерью сюда приехали. Дочь тогда на тот момент вышла замуж. И мы выяснили, что девочка наша беременна. И она приняла решение уехать к мужу, родить там ребенка. Вот. И у нас там появился в Донецке первый внук. Мы были как первопроходцы. Люди не знали, что с нами с бежицами делать. Нет документов, нет вида на жительство. К нам потом на встречу пришли люди. Получили жилье. Я поступила на работу в детский дом. А муж устроился на БелАЗ. Жаль, мы с внуками видимся очень редко. Вот мои внуки, наши дети. Мы уже дни считаем, когда мы с вами увидимся. А вот тут у нас еще и папа. Вот Дашка. Вот это у меня вообще энергия моя. Это задор. Это движуха в жизни. Три мои лучика. Вот в этом году мы взяли, купили уже билеты. Поедем, увидимся с внуками. Ну, здравствуйте. Любимый самый коллектив. Всегда. Так солнышко ты у нас. Это наше созвездие. Мне сказали, что в гимназии приехала женщина, которая так поет. Наталья Андреевна, она вам очень подойдет. И когда я ее нашла, я долго искала. Все как-то так. Но мы встретились. И когда она запела эту песню... Иди, девка, бором, с голеным чабором, Заверни в колину, запали колину. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...